Здравствуйте, уважаемые посетители канала Про Цветок. Спасибо, что заглянули на наш YouTube-канал. В этом видео с вами работает Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как смешанная посева. Если у вас мало земли на участке, или вы бываете на даче наездами, или вы малоопытный огородник, или того лучше вы экспериментатор, то это видео точно про вас. Что такое смешанная посева? По-другому их можно назвать как совместные посевы, или уплотненные посевы. Это посевы, которые повышают урожайность на ваших грядках, способствуют улучшению фитосанитарных состояний, также борются с такими коварными вопросами, как сорная растительность, болезни и вредители, и способствуют накоплению гумуса в вашей почве. При совместных посевах необходимо понимать, что, как правило, одна культура выступает в роли основной, и последующая, вторая, третья и так далее культуры будут выступать в роли дополнительных или уплотняющих культур. В качестве основных культур, как правило, выступают столовые корнеплоды поздних сроков созревания, например, свекла, морковь, также крестоцветные корнеплоды, редька, дайкон. Помимо этого, капуста поздних сроков созревания, в том числе и брюссельская капуста и калераби. Помимо этого, основными культурами будут являться томаты, перцы, баклажаны. Наша любимая теплолюбивая бобовая культура, которую мы поздно высаживаем и поздно снимаем урожай, это фасоль, соя, чечевица, нут. В качестве уплотняющих культур признано считать все зеленые культуры, например, петрушка, укроп, всевозможные горчицы, крес-салат, все салаты, также пряно-ароматические культуры, в частности, чабрец, шалфей, майоран, исоп. Также дополнительными культурами будут являться луки, чеснок, яровой чеснок, азимый чеснок и раннего созревания корнеплоды, конкретно редис. Сейчас давайте разберемся на примере метровой грядки. Какие существуют схемы посева смешанных культур? Например, самые простые схемы посева – это морковь с редисом, морковь с шалфеем, морковь с осопом, с салатом, с пекинской капустой. Иными словами, вы высеваете на вашей метровой грядке в три ряда морковь. Между этими тремя рядами высеваете в два ряда или зеленые культуры, или салат, или пряноароматические культуры, или ранние капусты, которые вы постепенно убираете, освобождаете место для развития корнеплодов моркови, которые, как правило, мы убираем в конце лета, в начале осени. Также хорошо соседствует морковь с различными луками, с луком репкой, с луком сивком. Хорошо она будет себя чувствовать с чесноком, в том числе с чесноком яровым, с чесноком азимом. Такие совместные посевы защищают друг друга как от луковой мухи, так и от морковной мухи. Также простыми схемами совместных посевов будет являться выращивание огурцов с поддерживающей культурой. Например, на грядке длиной 1 метр, в два ряда на расстоянии 60 сантиметров мы будем высевать или высаживать рассадой огурцы. Посредине этих двух рядов мы высеем или кукурузу, или подсолнечник. И таким образом ваши огурцы, по мере того, как они будут формировать плети, будут устремляться на вот эту опору посреди гряды и повышать таким образом урожайность зеленца и впоследствии огурцов с вашей огуречной грядки. Также в качестве поддерживающей культуры по огурцу можно использовать бобы овощные, но сеять их не только посреди огуречной грядки, а также по периметру. Таким образом вы создадите дополнительные комфортные условия для растений огурца и будете снабжать их дополнительным количеством азота, которое будет поставлять корневые образования бобов овощных. Хорошо между собой будут уживаться 3 ряда моркови, 4 ряда лука и 6 рядов шпината, которые вы высеете в начале мая. По мере того, как вы будете убирать урожай зеленого лука, можно на эту гряду подсаживать растения томатов на расстоянии полметра друг от друга. Таким образом у вас будет полноценная овощная грядка. Хорошо будет происходить совместное выращивание брокколи, петрушки и качанного салата. Высеваем в 3 ряда петрушку, в 2 ряда брокколи. По мере того, как у вас будет нарастать петрушка, вы ее будете прореживать и можете постепенно добавлять на эту грядку рассаду качанного салата. Также совместно можно выращивать горох, брюссельскую капусту, редьку и крест-салат. По следующей схеме. Центральный ряд это брюссельская капуста. Между ней семенами высеваем крест-салат и редьку. По краям этой гряды на расстоянии 10 см от краев высеваем горох. По мере того, как у вас будут возревать ваши зеленые культуры, вы будете освобождать больше времени, больше места для развития капусты. Также хорошо высевать и соп, и майоран совместно с капустой, которая будет отпугивать капустницу. Хорошо высаживать или высевать бархатца по всему огороду, которые будут мало того, что отпугивать вредных насекомых, но и сокращать их количество в почве, куда они приходят зимовать. Помимо этого, рекомендуем вам высаживать по огороду базилик, который будет активно отгонять комаров и мух с вашего огорода. И, конечно же, не забывайте в пределах разумного по всему огороду высевать бобы овощные, которые будут являться отличным источником дополнительного азота, легко усваиваемого любыми овощными культурами. На этом с вами я прощаюсь. Всего доброго и хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok